Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. В столице на пожарах ЧС с начала года спасатели совершили более 1250 выездов. За это время на пожарах погибли 5 человек. 19, в том числе один ребенок, пострадали. Почти 600 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Остановимся на более значимых происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Со вторника на среду около часа ночи столичным спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Калиновского. Грузовик ИВЕКа на большой скорости протаранил троллейбус. Последний следовал в парк, поэтому пассажиров в салоне не было. От удара задняя часть троллейбуса деформировалась. Работники МЧС, используя специнструмент, где блокировали из кабины большегруза 34-летнего водителя. Мужчина с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма легкой степени, рваная рана лица был госпитализирован. Все причины и обстоятельства этого ночного столкновения сейчас выясняются. С наступлением лета в службу спасения стали часто поступать сообщения о летучих мышах, облюбовавших минские квартиры. За последние несколько недель это уже третий случай. В среду к спасателям обратилась горожанка с просьбой избавить ее от непрошенных гостей. Оно и понятно. С такими соседями спокойный сон в 4 часа утра маловероятен. Через открытое окно вью квартиру по улице Горовца залетели сразу две летучие мыши. Спасатели изловили млекопитающее и выпустили на свободу. Как действовать в самых различных чрезвычайных ситуациях, в том числе и таких, расскажет бесплатное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». Установите его на свой смартфон и получайте оповещения об опасности и рекомендации по действиям в режиме онлайн. В субботу перед тем, как затянуться сигаретой, 67-летний мужчина случайно разлил на себя водку. Из-за вспышки паров спирта на нем загорелась одежда. Трагедия произошла около 11 утра в одной из пятиэтажек на улице Ландера. В службу 101 позвонили соседи, почувствовавшие запах гари. Когда приехали спасатели, пострадавший мужчина вместе с женой находились на кухне. Им самостоятельно удалось потушить пожар. В крайне тяжелом состоянии с ожогами 94% тела пострадавшего доставили в больницу. Спустя сутки мужчина умер. В воскресенье днем спасатели пришли на выручку 7-летнему мальчику. Инцидент случился во дворе одной из столичных гимназий на улице Богдановича, где он играл с друзьями. Нога застряла в стволе дерева. Оперативно прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента помогли ребенку выбраться из-за подни. Мальчик не пострадал. Минск чрезвычайный. Безопасность детей особо важная тема. Как же много детей попадают в непредвиденные ситуации по неосторожности или по незнанию элементарных правил поведения. Особенно эта тема актуальна во время летних каникул. Именно в этот период детей подстерегает множество опасностей. С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей в летние месяцы в республике пройдет акция каникулы без дыма и огня. Многие ребята отправятся в гости к бабушкам и дедушкам. В летние оздоровительные лагеря некоторые останутся дома. Однако в любом случае каждому из них необходимо напомнить основные правила безопасности. Расскажите ребенку, при каких обстоятельствах нужно звонить службой экстренной помощи. Объясните ему, что в случае пожара необходимо выбегать на улицу и звать на помощь. Ни в коем случае нельзя прятаться. Спички и зажигалки храните в недоступных для детей местах. Не разрешайте своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами. Дайте ребенку какое-нибудь задание, поручение. Одним словом, займите его, чтобы ваше отсутствие он был занят полезным и интересным делом. Ни под каким предлогом не оставляйте без присмотра малолетних детей. Отправляя их в деревню или на дачу, еще раз напомните об основных правилах безопасности. Ведь игры со спичками на чердаках, сеновалах в сараях, поджигание сухой травы или тополиного пуха – достаточно частое развлечение детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ежедневно напоминайте своему чаду о правилах дорожного движения. И помните, ребенок берет пример с родителей. На этом сегодня все. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный!